МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Регион посетил министр промышленности и строительства Республики Казахстан. Канад Шарлопаев ознакомился с планом застройки города, в том числе и микрорайоны Берлик. Встретился с пострадавшими от паводка жителями. Вопросы социально-экономического развития исполнения расходной и доходной части бюджета за первое полугодие обсудили на заседании Акимата. Все подробности через несколько минут. В регион пришел южный циклон. Количество осадков превысило месячную норму. Из-за обильных ливней топят дома-горожан. В ситуационный центр поступило более 50 обращений. Министр промышленности и строительства Республики Казахстан Канад Шарлопаев побывал в нашем регионе с рабочим визитом. В микрорайоне Берлик он ознакомился с ходом застройки. Новые дома для пострадавших от паводка строят столичные компании. В основном стараемся все внутренние проводки, все сделать там в Астане на заводе, а здесь максимально получается собрать. Все максимально. И остается здесь только после монтажа остается только кровля, и то кровля, которая двускатная. Дома отапливаются печами. Установили их в отдельной комнате. Ну все правильно. Технологически правильное решение. Сейчас строительным работам мешают погодные условия. Однако специалисты не собираются останавливать процесс. С докладом выступил первый заместитель Акимовой области Марат Тасмаганбетов. Сто домов строятся они однотипные, значит было принято решение. И 80 домов вот они строятся по этой стороне. Вот они эскизные проекты. Дома должны достроить в этом году. Министр подчеркнул необходимость выполнения поставленной задачи в установленный срок. Успеем? Ну, с учетом, вот по 100 домам мы сейчас с учетом требований, которые вы сейчас сказали, мы ГПР переделаем, поэтому успеем. В ближайшие несколько лет в Петропавловске планируют построить несколько новых зданий. Министр ознакомился с планом застройки города. 12 бюджетных домов планируют создать, 15 коммерческих, ИЖС 146 тысяч квадратных метров и 3 студенческие общежития на 32 тысячи квадратных метров. План исполняем, до конца года все планы будут исполнены. В микрорайоне Капай построят социально значимые объекты – жилые дома, школы, детские сады и поликлиники. На сегодняшний день мы начали строительство 8 домов. Это вот отмеченные дома, 4 здесь, 2 здесь и вот эти два дома. Работы, есть немножко отставания от графика, в принципе, наверстают работу. После этого канат Шарлопаев отправился в поселок Кожевинный. Здесь полным ходом идут работы по ремонту и сносу подтопленных домов. Горожанка Елена Валырина очень довольна оказанной помощью. Нам предоставляют возможность выбрать обои, какие я хочу, ламинат, какой я хочу, двери. Это все замечательно, все быстро происходит. Стройматериал есть, ребята работают с утра до вечера. У нас вообще спасибо большое. Всем спасибо и ребятам Шарлопаевского района, спасибо государству, что мы не ожидали, что такая будет бурная помощь, что это все так быстро будет происходить. В целом канат Шарлопаев высоко оценил темпы развития нашего региона. Эту работу мы будем продолжать. И вот та задача, которая перед нами стоит, это все 700 домов закончить, и чтобы в них переселились пострадавшие. Параллельно с этим процессом идет покупка квартир для пострадавших. Порядка 70% этого объема тоже выполнено. И я думаю, что эту работу мы тоже достаточно быстро закончим. Также министр ознакомился со строительством многоэтажного дома в селе Бесколь. Объект планируют сдать в декабре. В доме будет 50 квартир. Подрядчик из Павлодара обещает завершить работы в срок. Валерия Филатова, Байбулат Култанов, Александр Янсен, МТРК. В целях реализации поручений премьер-министра Республики Казахстан Улжаса Бегтенова, данный в ходе рабочей поездки в Североказахстанскую область, принято постановление правительства о выделении почти трех миллиардов тенге на завершение строительства путепровода в городе Петропавловске, передает пресс-служба главы правительства. Проект является жизненно важным для города, так как существующий путепровод, построенный в 1961 году, находится в аварийном состоянии. Железнодорожная магистраль разделяет город на две части, и автодорожный путепровод по улице Каравана ежедневно обслуживает около 16 тысяч автомобилей, обеспечивая транспортно-пешеходную связь между районами и областным центром. Проведение ремонтных работ на данном путепроводе без ограничения движения невозможно из-за его маленьких габаритов и высокой интенсивности транспортного потока, что может создать неудобства для жителей города. В этой связи принято решение о строительстве нового путепровода по улице Универсальной, который будет возводиться параллельно существующим. Общая стоимость проекта составляет 5,9 миллиардов тенге, часть из которых выделили из местного бюджета. В ходе рабочей поездки в Североказахстанскую область в марте текущего года премьер-министр посетил площадку строительства путепровода и ознакомился с ходом работ. Говоря о важности объекта, Лжас Бектенов подчеркнул, что развитие дорожно-транспортной инфраструктуры – один из приоритетов работы правительства. На заседании в областном Акимате руководители различных подразделений Акимы районов города и области обсудили итоги первого полугодия 2024 года. На повестке дня были вопросы социально-экономического развития, а также исполнение расходной и доходной части бюджета за период с января по июнь 2024 года. Первым с докладом выступил руководитель управления экономики Акимата Североказахстанской области Куанашбек Калежанов. Валовый вывоз продукции сельского хозяйства по итогам 6 месяцев 2024 года составил 84,4 миллиарда тенге с ростом 2%. Объем продукции животного роста увеличился на 2,1%. Вместе с тем по итогам полугодия не достигнут плановый показатель по отрасли на 5,4% пункта. По промышленности за январь и июнь 2024 года произведено промышленную продукцию на 327 миллиарда тенге с ростом 4,7%. Объем производства обрабатывающей промышленности состоял в 267,1 миллиарда тенге при индексе физического объема 7,5%. План при этом за 6 месяцев текущего года составлял 119,1%. В разрезе индикаторов экономики показатели по сельскому хозяйству улучшились и составили 102%. Это 84,4 миллиарда тенге. По словам Акима области, одним из ключевых ресурсов для увеличения урожайности является применение современных агротехнологий и внесение минеральных удобрений. В текущем году планируется внести 256,600 тонн минеральных удобрений. В этом году площадь зерновых, зерновобовых, как вы слышали, составляет 3,4 млн гектаров. Масличные посеяны на площади 751,000 гектаров. Кормовые выдержаны с учетом дефисикации на 379,000 гектаров. Картофеля 26 и овощей посажено на 5,000 гектаров. Проводится работа по увеличению орошаемых земель с применением влаго-водоосберегающих технологий. В целом, по итогам года, объем продукции сельского хозяйства должен быть увеличен до 42%. Также поднимались вопросы по информации и связи. Объем услуг составил 5,6 млрд тенге за первое полугодие 2024 года при индексе физического объема 95,4%. Падение объемов телефонной связи связано с отказом населения от фиксированной связи и переходом на мобильную. По интернету объясняется тем, что в статистику по нашему региону входит в основном один поставщик – это Казахтелеком. При этом с развитием мобильного интернета многие также отказываются от услуг, также и Казахтелеком, и переходят на услуги мобильных операторов, таких как Билайн и Кейсел. При этом надо отметить, что в статистике данные операторы не разбивают свои объемы по региону. Промышленным сектором области обеспечен выпуск продукции на сумму 327,3 млрд тенге. При этом объемы промышленности снизились в 8 районах области. Планируется достигать план объема промышленного производства за счет основных предприятий. А в сфере торговли объем за период с января по июнь составил 448,4 млрд тенге. По итогам первого полугодия ручечность торговли сложилась в сумме 182,6 млрд тенге и фо 102,4%. Снижение показателей ручечность торговли наблюдается в Валихановском на 33,5%, в Макжан-Жумабаево на 31,4%, в Казыжасском на 7,7%. Объем оптовой торговли составил 264,8 млрд тенге и фо 107,4%. Снижение показателей автовой торговли допущено в Валихановском на 81,8%, в Таиншинском на 43,3%, в Акаинском на 42,1%, в Тимирязевске на 39,3% и район имени Габита Мусрепова на 22,2%. В сфере инвестиций по итогам первого полугодия был исполнен всего 31% годового плана. По информации акиматов районов, основной причиной их неисполнения является снижение объема закупов среди хозяйственной техники и отсутствие крупных проектов с объемом инвестиций свыше 500 млн тенге. Вторая часть заседания была посвящена вопросам исполнения расходной и доходной части. По состоянию на 1 июля текущего года в местный бюджет области поступил 61,886 млн тенге собственных доходов. В областной бюджет поступило 35,79,5 млн тенге или 10,9% от плана 34,779,9 млн тенге. Переуполнение сложилось в сумме 299,6 млн тенге. В городской районные бюджеты поступило 26,866,7 млн тенге или 109,8% от плана 24,419,9 млн тенге. Переуполнение сложилось в сумме 2,386,8 млн тенге. Расходная часть бюджета по состоянию на 1 июля 2024 года исполнена на 99,9% к плану на отчетный период. Неосвоение сложилось в сумме 204 млн тенге. По словам Акима области, руководители будут нести ответственность за неосвоение бюджетных средств. Также Гауяснур Мухаммедов в конце заседания сообщил о том, что на подготовку к отопительному сезону выделено более 3 млрд тенге. Глава региона будет держать этот вопрос на личном контроле. В этом году в стране с зерновыми культурами засеяно почти 24 млрд гектаров. Все полевые работы были взяты под строгий контроль. По словам министра сельского хозяйства Адарбека Сапарова, в ряде регионов не смогли полностью выполнить поставленную перед ними задачу, сообщает информационный портал ЛС. По масличным культурам работа проведена не на должном уровне, особенно акиматами Акмолинской, Жамбульской, Западно-Казахстанской, Туркистанской и Карагандинской областей. В результате по стране отмечается в целом недостижение запланированного показателя. Есть проблемы в части ветеринарии. По словам министра работы по строительству и приобретению ветеринарных пунктов, скотомогильников или инцинераторов, убойных пунктов областными акиматами ведется не на должном уровне. Практически все области, кроме Североказахстанской и области ЖТСУ, не справились с поставленной задачей, учитывая, что для обеспечения эпизоотического благополучия регионы должны быть обязательно обеспечены ветпунктами. Для этого акиматам необходимо усилить эту работу. Айдарбек Сапаров также напомнил, что для расширения каналов льготного финансирования аграриев было произведено фондирование СПК. Сейчас активную работу по вовлечению социально-предпринимательских корпораций проводят только пять областей, которые предусмотрели 65 миллиардов тенге, в их числе Североказахстанская область, Костанайская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская и Казалардинская области. Остальные же регионы неохотно рассматривают данный вопрос, либо вовсе отказываются от реализации инициативы правительства. В целом, по его словам, за первое полугодие объем воловой продукции сельского хозяйства увеличился на 3,4% и составил 1,6 триллиона тенге. Камила Карим, МТРК. Общая площадь пастбищных угодий в области составляет 3 миллиона 231 тысячу гектаров. Из них подземли сельскохозяйственного назначения отвели почти 2 тысячи гектаров. Для выпаса скота личного подворья – порядка 820 с половиной тысяч гектаров. Дополнительно выделено по обеспечению пастбищными угодьями скота личного подворья население около 172 тысяч гектаров. И работа в этом направлении продолжается. Для проведения успешной зимовки скота требуется заготовить 940 тысяч тонн сена, 234 тысячи тонн сенажа, 278 тысяч тонн силоса, 867 тысяч тонн соломы и 818 тысяч тонн зернофуража. Из общего объема заготавливаемых кормов для поголовья домашних хозяйств требуется заготовить 424 тысячи тонн сена, 406 тысяч тонн соломы, 277 тысяч тонн фуража. В текущем году кормовые культуры размещены на площади 379 тысяч гектаров. 52% в структуре посевных площадей занимают многолетние травы прошлых лет. На сегодня заготовлено 553 тысячи тонн сена и более 89 тысяч тонн сенажа. 27 июля в Петропавловске пройдет очередная сельскохозяйственная ярмарка. Фермеры выставят свою продукцию на территории трех рынков. Сельхозтоваропроизводители из района Шалакына, Аиртауского и Таиншинского можно будет найти на рынке Алтынорман. Столы с продукцией Закаинского и Козлжарского районов будут стоять на рынке Козлжар-Акбастау. На рынке Дарья будут находиться сельхозтоваропроизводители из района Макжана-Жумабаева. Время проведения ярмарки с половины девятого утра до 12 часов дня. За последние несколько дней в Петропавловске выпало большое количество осадков. В результате ливневая сеть оказалась перегружена. Практически сразу на всех улицах города образовались глубокие лужи, которые затрудняли движение автомобилей и пешеходов. Дождевыми и канализационными водами затопило подвалы многоэтажек и частных домов. Любовь Чужовская проживает по адресу Пушкина 174 с 2003 года. В этом месяце ее дом пострадал из-за сильного ливня дважды. В дом сразу же пришли канализационные воды, а вместе с ними мусор и неприятный запах. Напротив нашего дома двора стоят два люка, канализация. И они не успевают эту воду, как говорится, вся вода заходит ко мне, заходит. И все топит. И в дом, и в огород, везде. В этот раз затопило, вот 5-го числа был ливень. Все колодцы бежали ко мне. Сейчас 21-го опять ливень прошел. Опять меня колодцы затапливали. Из-за потопа у горожанки сгорела холодильная камера. Подпортились продукты. Одежда и посуда пропитались неприятным запахом канализации. После первого июльского ливня к женщине приходили специалисты. Хотели сделать ремонт полов. Положили в двух комнатах доски. Но до следующего дождя работу завершить не успели. Вся проблема в системе канализации. Поэтому ремонтировать в первую очередь нужно ее, считает Любовь. Печка вся разваливается. Сколько я круп повыкидывала, сколько всего повыкидывала продуктов. Потому что все плавало, я не успевала даже это прибрать, убрать куда-то повыше. Вот все плавало. Я не знаю, к кому обращаться. Сегодня приехали с горводоканала рабочие. Пол весь в воде стоит. Они хотели дальше продолжать работу. Я им не разрешила. Ну куда? На воду будут стелить мне эти полы. Это и канализация пахнет. Тут какие-то мошкары нет. От мух избавиться не могу. Все открыто. Все заявки горожан, чьи дома подтопило из-за обильного ливня, принимаются ситуационным центром Айкомех-109. Обращения обрабатываются в порядке очередности. Поступило 53 заявки. На данный момент большая часть уже отработана. Ведется сейчас активная работа по откачке и расчистке ливневых сетей. В незнанных местах задействовано 5 бригад, 65 человек, 40 единиц техники. Работа по ликвидации последствий ливня в городе продолжается. Валерия Филатова, Шерния Симанов, МТРК. С начала недели в области идут сильные дожди. За несколько дней количество выпавших осадков превысило месячную норму. Синоптики объясняют это тем, что в область пришел южный циклон. Наибольшее количество осадков наблюдается в районах Шалакына, Есильском, Таиншинском, Кызылжарском и в городе Петропавловске. На смену южному циклону на днях придет юго-западный, который также принесет обильные дожди. Автобусы проверяют на экологичность. С 23 по 28 июля в области проходит республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Кроме профилактической работы по предупреждению автоаварий среди водителей автобусов, полицейские делают акцент на предупреждение правил дорожного движения со стороны водителей такси, мотоциклов, мопедов и других видов двухколесного транспорта. С участием пассажирского транспорта на дорогах региона за шесть месяцев зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пять человек получили ранения. Цель оперативно-профилактического мероприятия «Автобус» – предупреждение ДТП, а также обеспечение безопасности и комфорта пассажиров. За первый день проводимого мероприятия выявлено 65 нарушений ПДД водителей общественного транспорта. В том числе за пользование мобильным телефоном при управлении транспортным средством к административной ответственности привлечено 13 водителей, за нарушение правил маневрирования – 8, за управление транспортным средством с непрошедшим техническим осмотром – 7, а также выявлен один факт занятия нелегальной перевозкой пассажиров и багажа. В областном центре совместно с патрульной полицией в рейдах участвуют сотрудники Департамента экологии. С помощью газоанализатора они измеряют уровень загрязняющих веществ из выхлопных труб автобусов. В случае превышения необходимой нормы в отношении нарушителей будет собран административный материал. Анна Куликова при содействии Пресс-службы областного департамента полиции. Спасатели принимают все необходимые меры по безопасному проведению купального сезона. Еще раз о соблюдении правил поведения на воде ЧАЭСники напомнили на брифинге. Круглосуточно идет дежурство на двух спасательных станциях на озере Пестром и реке Эссель у границах города, а также на опасном участке озера Большой Тарангул. Подготовлена вся оперативно-спасательная техника оперативно-спасательного отряда. Также сотрудниками департамента проводятся широкомасштабные мероприятия по агитации населения. То есть на ежедневной основе сотрудники на всех водоемах области проводят рейдовые и агитационные мероприятия. При нарушении требований правил безопасности на водоемах сейчас мы привлекаем людей к административной ответственности по статье 412. С начала купального сезона в регионе утонуло несколько человек, среди них и дети, и взрослые. Однако официально зафиксировано только два случая. По остальным еще ведется судебно-медицинская экспертиза. С начала купального сезона, несмотря на все усиленные агитационные мероприятия, утонуло двое человек. Это в городе Петропавловск, на реке Исиль, в микрорайоне Зайсан. Второй в районе имени Габита Мусрепова утонул гражданин 1976 года рождения. То есть тоже при купании, не оценил свои силы, не считал и произошло несчастный случай. В основном, если сравнивать с 2023 годом, у нас на более 50% сократилась гибель людей. По сравнению, в общем, за последние 10 лет на разрешенных местах массы воздуха гибель людей не зарегистрирована. Всего с начала сезона в разрешенных для купания местах челестники спасли более 40 человек. Александра Рудина, Ширния Сыманов, МТРК О лечении и профилактике онкологических заболеваний говорили на образовательном семинаре врачи-онкологи из Москвы и нашего региона. Речь шла о современных подходах терапии при лечении рака легкого и шейки матки. Помимо новых методик говорили о новых лекарственных препаратах, которые, по словам медиков, снижают риски смерти у онкобольных. Мы должны понимать, что количество пациентов, которые лечатся там, оно значительно превышает количество наше, поэтому у них статистика и опыт больше, то есть они готовы поделиться с нами этим опытом. Что нам это дает? Во-первых, мы понимаем, насколько далеко мы можем продвинуться с имеющимся арсеналом наших химиопрепаратов, то есть иммунопрепаратов, то есть понимать, насколько применимы они при различных заболеваниях. То есть, да, и это, конечно, дает их врача. Я должен сказать, что, конечно, в последнее время есть прямо натуральная революция в лекарственной терапии злокачественных опухолей, и это позволяет достаточно серьезными темпами снижать смертность. Немелкоклеточный рак легкого является одним из самых часто встречающих видов злокачественных образований, характеризуется высоким процентом смертности. Но даже в таких тяжелых случаях своевременная терапия может привести к положительным результатам. Существуют препараты, которые продемонстрируют свою эффективность. Кроме химиотерапии, вклад лучевой терапии невозможно переоценить, потому что, когда мы говорим о лучевой терапии, то, конечно, мы в первую очередь говорим о пациентах с нерезитабельным немелкоклеточным раком легкого в третьей стадии. И там в последнее время, опять же, произошло масса совершенно изменений. В этом году вышли исследования об эффективности поддерживающей терапии асимиротнибы в маленьких мутациях ЕДЖФР. И там тоже были получены очень интересные результаты. В области более 500 женщин стоят на диспансерном учете с диагнозом рак шейки матки. Возраст пациенток от 35 до 53 лет. Это заболевание относится к молодеющим. Чаще стали обращаться женщины в возрасте 25 лет. Это относится к одним из наиболее часто встречающихся женских онкогинекологических заболеваний. К большому сожалению, до появления этих препаратов пациенты с распространенным опухолевым процессом редко доживали до одного года. Сейчас удалось сделать такой приличный шаг, чтобы перевалить через этот 12-месячный показатель. И это такая очередная ступень. Будем двигаться дальше. Надеюсь, что с комбинацией с последующими новыми препаратами эффективность будет еще выше и лучше. С целью профилактики рака шейки матки в стране внедрили вакцинацию девочек против ВПЧ. Проводится на бой согласия родителей. В целом этот семинар стал диалоговой площадкой, где врачи обменялись опытом, знаниями, чтобы в дальнейшем применять их на практике. Камила Карим, Шерния Зыманов, МТРК. В текущем году социально направленная акция «Дорога в школу» проводится под девизом «Твори добро». На постоянной основе помощь оказывают акиматы и предприниматели. Только за прошлый год в рамках акции помощь более чем на 400 миллионов тенге получили 15 тысяч учащихся. В этом сезоне в отделах образования уже сформировали списки детей, нуждающихся в помощи. Со спонсорами проводится информационно-разъяснительная работа. На данный период в области более 10 тысяч детей из малообеспеченных семей. Также, помимо этого, в период подготовки к учебному году планируется осуществить выплаты для приобретения необходимых товаров для школы. Сумма выплат составит свыше 43 тысяч тенге. Для этого родителям необходимо будет предоставить все необходимые документы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова